Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев и это очередное видео из цикла «Альтернативная история». Соответствующий плейлист вы можете найти на моем канале. «Альтернативная история Ижевска». Я сейчас стою на фоне того здания, которое встречает всех езжающих в город Ижевск на поезде гостей, соответственно, столицы Умурска. Это железнодорожный вокзал. Чем он примечательный? Давайте попробуем рассмотреть его с точки зрения альтернативной истории. Если обратить внимание, то вход в это здание производится сразу через второй этаж. То есть сооружена достаточно большая лестница, подъем, в которой можно зайти с чемоданами, соответствующими вещами. И попадаем сразу на второй этаж. Почему? То есть сразу возникают вопросы, что же с первым-то? На первый этаж он достаточно сильно погружен под землю. То есть немножко видны окна, я подвижу, когда подойду, покажу. Вот, то есть, соответственно, если посмотреть на Википедии, что написано об этом здании, то открыт наш вокзал в 1919 году. Ну, я сильно, честно говоря, сомневаюсь, что в Ижевске до этого времени не было железных дорог. Вот, ну, на самом деле, были. Вот, просто написано, что старый вокзал был немножко в другом месте. Ну, почему нет? Я могу в это поверить, вполне. Но многие альтернативщики задаются вопросом, а что же такого с этим зданием-то не так все-таки? Как вы считаете, может ли быть это здание, Ижевского вокзала, тем зданием, которое перенесло, соответственно, события 19 века и оказалось, первый его этаж оказался покребен под землей? Давайте подойдем поближе, посмотрим, что там. Ижевский вокзал Ну, вот эти окна. Вид изнутри. Собственно, сейчас это вход в туалет и камеры хранения. Ну, такой вот вид предстает, если выйти из здания железнодорожного вокзала города Ижевска. Давненько уже хотел снять, наконец, это видео, да и подходило уже время для очередного выпуска в этом цикле «Альтернативная история». Ну, судите сами, я ничего не утверждаю, но здания, конечно, примечательны. И я периодически пользуюсь железными дорогами Российской Федерации. Когда ходишь на той или иной станции погулять, вот запомнилась у меня станция Сальск, например, о ней я, кстати, скоро выпуск тоже сделаю, буду там проездом. Там тоже написано, что движение не то возобновлено, не то восстановлено, не то открыто с такого-то года. Ну, то есть, и здание-то тоже такое утонувшее, погруженное в грунт, или заваленное, или засыпанное, непонятное. И рядом очень много тоже старых зданий, таких склады какие-то, тоже первые этажи все сплошь под землей. И возникает вопрос, то есть, вроде бы написано, что возобновлено в таком-то году, да, там, может, начале 20-го века, но, может быть, до этого оно было прекращено, а до этого снова открыто, да, непонятно. Ну, вот, ну, собственно, на этом буду завершать. Спасибо, что смотрели это видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну, как еще раз скажу, я ничего не утверждаю, то есть, это все оценочное мое осуждение, судить только вам. Делитесь этим видео в социальных сетях, подписывайтесь на канал. Всего доброго!